Какие взносы есть в СНТ? Некоторые садоводы считают, что взносы бывают маленькими и большими. На самом деле это не так. Давайте-ка спросим, как на самом деле у юриста Московского союза садоводов Оксаны Васильевой. С действующим законодательством СНТ ведет финансово-хозяйственную деятельность, которая как раз-таки предусмотрена введением членами непосредственно членских либо целевых взносов. Для того, чтобы эти взносы собирать, СНТ должно обязательно открыть расчетный счет. Целевые взносы, размер их, цель, порядок уплаты непосредственно определяется на общем собрании. Какая же цель целевых взносов может быть? Это строительство дороги, закупка какого-то оборудования, например, транспорта, трактора для чистки снега зимой, допустим, либо газификация данного товарищества. Сроки проведения непосредственно общего собрания, они могут быть внеочередные, либо на очередном общем собрании должны принять такое решение. Размер сроки внесения такого взноса как раз-таки на этом собрании должны быть утверждены. У нас членские взносы не меняются в течение одного года. А вот целевой взнос, он конкретно определяется для цели, либо для определенного действия. В связи с действующим законодательством в целях недопущения злоупотребления со стороны органов товарищества, председателя, либо правления, законом предусмотрены разграничения этих платежей. Как раз-таки на регулярные, это членские взносы, и нерегулярные, это непосредственно целевые взносы. Очень многие посредством целевых взносов пытаются решить всю оперативно-хозяйственную или финансово-хозяйственную деятельность СНТ. Товарищество может как раз-таки в виде нормативного акта, локального акта, либо уставом определен порядок расчета того или иного взноса. И в уставе, допустим, может быть прописана даже формула расчета как целевого взноса, так и непосредственно членского взноса. Многие СНТ не прописывают это в уставе, а разрабатывают отдельный локальный акт, касаемый непосредственно взыскания или собирания данных взносов. Это положение об уплате непосредственно данных взносов. Необходимо обратить внимание, что разные товарищества по-разному определяют критерии расчета данных взносов. Одни привязывают количество участков, некоторые к квадратным метрам, некоторые к стоимости кадастровой участка, ну и так далее. То есть эта задача определяется самостоятельно СНТ. Продолжение следует...